Всем привет! Сегодня 31 мая. Я снова решил намусорить немножко на ютубе своим домашним блогом, который называется «Мой 2021 год». Я нахожусь около культурного центра Москворечия на Каширском шоссе, где сегодня у меня выступает дочка вместе со студией хип-хопа. Она ходит в дворец культуры «Слава» заниматься на хип-хопе студии. И на днях у нас состоялся такой очень серьезный конфликт, на мой взгляд, проблемный достаточно, потому что педагог решила сделать номер Mortal Kombat и показала детям видеоконтент 18+. И наша дочка, когда увидела эти убийства, эти ужасы, насилие, она пришла домой в каком-то шоковом состоянии и две ночи нам не давала покоя. Вскакивала, говорила, я не могу забыть этих чудовищ. И, конечно, я как папа был в полном шоке и запретил ей ходить в эту студию, запретил к этому педагогу ходить. Педагог Елена Валерьевна Братусь. Я посмотрел на официальном сайте дворца культурного центра «Слава» этого педагога, и, как я понял, у нее даже педагогического образования нет. То есть у нее есть стаж, как у танцора, там какие-то награды, половина из которых у меня тоже есть в студенческие годы, там лауреат феста, студенческой весны у меня этого добра, с конца 90-х, дипломов пачка просто во всех номинациях. Ну просто проблема в том, что действительно ребенок получил очень тяжелую такую психологическую травму, и мы ей запретили туда вообще ходить, и решили завязать с этой студией хип-хопа. Дальше вышло еще интереснее. Я пообщался с директором культурного центра «Слава», объяснил ей всю эту ситуацию, она со мной полностью согласилась, даже предложила психологическую помощь. Наступает день Х, сегодня отчетный концерт, и вдруг дочка врубает, что она не может подвести коллектив, что бог с этим педагогом, надо просто тупо выйти, выступить, чтобы не подводить свою команду, потому что она сама мечтала выйти на сцену, обещала не думать о драматургии этого номера, потому что педагог решила по Станиславскому буквально погрузить всех, и детям показала все эти ужасы, убийства, насилие, и дочка сказала, что она сможет от этого абстрагироваться, и просто не хочет подвести команду. И я сначала завелся, ее не пускал, а потом просто подумал, насколько же ребенок оказался мудрее и профессиональнее самого педагога. Я рассказал суть проблемы, суть конфликта. Давайте теперь репортаж с места событий. Итак, мы находимся внутри Дворца культуры Москворечья, видим, что все без масок, в том числе и сотрудники. Как шутит один мой канадский друг, мы победили просто коронавирус в России, но действительно маски можно увидеть только на единицах, а так народ вообще без тормозов, и такая же ерунда происходит в культурном центре «Слава», где занимается наша дочка, и мы уже устали просто ругаться с ними. Но бесполезно, ничего не меняется, люди просто вообще не думают своей головой. Я впервые оказался в Москворечья и увидел тут на стенах многих великих людей, которые были здесь, не просто были, но и выступали. И больше всего меня удивила судьба Владимира Семеновича Высоцкого. Вот мы видим как раз его портрет. Дело в том, что я даже не задумывался, что он заслуженный артист. Оказывается, у Высоцкого нет звания народного артиста. То есть у Филиппа Киркорова есть, у Баскова есть, у других артистов есть, а Владимир Высоцкий оказывается не народный артист. В этот день для меня это стало шоком. Я побежал в зал, тебе желаю удачи, тебя очень люблю. Итак, я пожелал удачи дочке перед выступлением и нахожусь в зрительном зале Дворца культуры Москворечья. Как видите, народ вообще без масок, либо в масках есть кто-то, но единицы, а если есть маск, то в большинстве случаев, то болтается где-нибудь на шее. И, ну, наверное, буду утешать себя тем, что наша страна просто победила коронавирус. К сожалению, вот такие вот безответственные люди, но люди людьми, но все-таки это должно как-то контролироваться. Катя находилась с дочкой за кулисами и вот прислала видео. Дочка слушает выступления других участников. В данном случае это песня Носса. Узнала знакомую песенку и зажглась танцем. Не может спокойно стоять на месте, танцует, зажигает. И в таком вот уверенном расположении духа она встречает свой номер, который вот-вот начнется. Детская хип-хоп команда. С боевым номером. Боталка Момбана. Художный руководитель и наставник брату Сирена Валерьевна. Даниль, про улыбку не забывай. Итак, начался номер Mortal Kombat. Разумеется, я удалил оригинальную звуковую дорожку Mortal Kombat, чтобы не получить бан на ютубе. Поэтому использую бесплатную музыку разрешенную. И давайте посмотрим, как дочка в составе хип-хоп команды зажигает. Ей это в целом все нравится. Хотя я не могу сказать, что я в восторге от хип-хопа, от ее занятий. Все-таки вот эта уличная субкультура не очень лично мне близка. И Даниэль по характеру немножечко другой человек. Но, тем не менее, в какой-то степени я надеюсь, по крайней мере, что ей как-то это помогает раскрепоститься, найти себя, обрести необходимый опыт. И вот мы видим как раз имитацию персонажа и дочка в роли Саб-Зира. Конечно, дочка молодец. Она действительно сделала максимум и выступила перед такой большой аудиторией. Для нее это действительно многое значит. Дочка молодец. Действительно достойно выступила, достойно завершила этот год. Несмотря ни на что, она справилась с этими страхами и смогла действительно классно выступить. Я ей горжусь. А вот сейчас посмотрите фрагмент номера «Не люблю быть злобным зрителем», но это «Педагог по вокалу». Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не те, не два, а много лет. Родилась она как просто, не с ответом у нас вопроса, до сих пор на них ответа нет. Действительно, больше вопросов, чем ответов к такому педагогу, и зачем ее выпустили на сцену позориться. Я вообще не понимаю. Можно там заболеть, хрипеть на верхних нотах, не брать их, но просто петь фальшиво – это позор для педагога. Просто слов нет, и такие педагоги, к сожалению, учат детей. Что касается Данилюшки, она довольна выступлением, мы довольны, несмотря ни на что, что она нашла в себе силы и действительно оказалась мудрее своего педагога. Но, к сожалению, что есть, то есть с педагогикой в современном образовании, тем более в коммерческом, сейчас просто швах. Кстати, 31 мая состоялось родительское собрание, у нас дочка поступила в школу, и для родителей сделали виртуальное такое собрание в онлайне через систему Microsoft Teams. У нас экстренно и моя мама, и Ольга Яковлевна ее установили, и мы все присутствовали на собрании. Как раз шел в дворце культуры Москворечья в этот концерт у дочки, параллельно Катя там в наушнике, слушал о собрании. Я вышел, сел в машину, слушал собрание родительское, и мама с Ольгой Яковлевной присутствовали, тоже на нем виртуальном. Как раз на экране вы их можете видеть, и Ольгу Яковлевну, и маму сейчас. Сейчас Данилюшка счастлива, с 1 июня наступили каникулы, она визжит, радуется, посещает сейчас постоянно парки, то Царицыно, то еще соседний Дендропарк. И мы готовимся увезти ее на все лето подмосковное Бекасово. Вот так вот протекает наша жизнь, в нашей жизни и в моем блоге «Мой 2021 год». Спасибо, что смотрите. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.